Бруно Фрейндлих Сейчас актеры Бруно Фрейндлиха вспоминают главным образом как отца Алисы Фрейндлих. Его это никогда не обижало, даже наоборот, он гордился этим и утверждал, что роль отца – самая лучшая роль в его жизни. Между тем, у Бруно Артуровича была своя судьба и актерская карьера, не менее захватывающая, чем судьба его дочери. Бруно Артурович Фрейндлих родился 27 сентября, 10 октября 1909 года в Санкт-Петербурге в немецкой семье. В 1931 году он поступил в театр рабочей молодежи. Там он сыграл свои первые роли и там познакомился с Ксенией Федоровной Федоровой, будущей матерью Алисы. Перед войной он уехал с театром на гастроли в Ташкент и этим спас себя и свою семью от репрессий, направленных на этнических немцев. В Ташкенте он встретил свою новую любовь. В Ленинград он вернулся уже с новой женой и дочерью Ириной, но связи с Алисой не терял никогда. С 1948 года Бруно Фрейндлих работал в Александринском театре, которому отдал более полувека. В этом театре он сыграл две свои лучшие и очень разные роли – Гамлета и Хлестакова. Но самой любимой на долгие годы осталась роль Тургенева в спектакле «Элегия». С ней он не расставался долгие 23 года. Сниматься актер стал поздно – в 1949 году, но это не помешало ему завоевать признание зрителей на протяжении 40 лет, создавая самых разноплановых персонажей. За роль Маркони в историко-биографическом фильме «Александр Попов» актер был удостоен Сталинской премии. Среди других его работ в кино известны роли в картинах. Кортик – 1954, Два капитана – 1955, Двенадцатая ночь – 1955, Дон Кихот – 1957, Отцы и дети – 1958, Два билета на дневной сеанс – 1966, Конец Сатурна – 1968, Бег – 1970, Тимура и его команда – 1976, Россия молодая – 1981, Битва за Москву – 1985, Сталинград – 1989 и другие. Всего в фильмографии актера около 40 киноролей. Скончался Бруно Артурович Френдлик 9 июля 2002 года в Санкт-Петербурге. Был похоронен на литераторских мостках Волковского кладбища. Всё, благодарю за внимание.